Здравствуйте! Сегодня у нас понедельник. Почему тихо говорю? Потому что Лёша спит. В общем, собралась я в ассоциацию. Пойду сейчас. Ну так, поспрашаю. Может, разрешат что-нибудь снять. Скажу в целях рекламы. Ля-ля-ля. Вот. И ещё вам хочу показать моя гордость. Что я за зиму не потеряла фигуру. Благодаря тому, что я поломойка. Видите? Как поломойка. Поломойство хорошо влияет на фигуру. Так что... Видите? Такая я довольна. А то в прошлом году я уже к этому времени такая расплывшаяся была. Весело, страшно спазать, сколько тогда я весила. По-моему, 79 килограмм. Представляете? Сейчас я вешу 70 килограмм. Ну, много, конечно. У меня рост сантиметр. Был вообще-то метр 72. Но сейчас не знаю, не в курсе, сколько сейчас. Так. Ну, давайте. Беру вас с собой. Удачи нам. Как говорят бьюти-блогеры, вот такой у меня сегодня аутфит. Вот такие тапочки. Я очень с собой довольна. Такая я молодец. Сегодня покажу это днем, как все это выглядит. Вот это фанаус. Видите? Вот это детский центр. А вот там она мы в Лерайте. Вот видите, здесь курс акварельной живописи. Вот так. Курс испанский, курс английский. И может быть, мне разрешат что-нибудь поснимать. Так. Ну, пока мне еще пока не разрешили там внутри снимать, потому что она сказала, ей надо спросить разрешение в начальстве. Ну, она сказала, думать, что в качестве рекламы нормально. Можно будет поснимать. Так что, вот завтра у меня английский язык. И 21 числа я пойду там. Там же год проходить. Как-то... Ну, забыла, как называется, зараза. А, в общем, ну, как лекция, что-ли, как знакомство. Ну, народ придет. В общем, если мне завтра разрешат уже, будет разрешение. Завтра я на английский язык буду. Если будет завтра разрешение мне снимать, то я буду снимать. Ну, я думаю, мне разрешат. Они же заинтересованы в том, чтобы как бы люди в Леурет-де-Маре знали про такую ассоциацию. Например, если бы мне бы не послали на майл приглашение. Ну, не на майл, а в фейсбуке. Такое бы приглашение в группу я вообще никогда бы не знала. Я вообще думала, что там какая-то организация очередная по продаже недвижимости. Ва, так вот уверена. Ну, вот. Так. План у меня планы, планы грандиозные. Как-то называется это будет лекция по переменам. Что-то я хочу перемен, как-то. я хочу перемен. Пойдем по таким названиям. Я хочу перемен. Ну, я вообще люблю такие всякие слушать лекции. Я вообще очень люблю болтологические видео и люблю, обожаю слушать всякие лекции. Ну, скажете, что я, наверное, сумасшедшая, но вот у каждого как свои учеты. Одни любят там динамические видео, где там кто-то бегает, прыгает, скачет, а мне нравится слушать людей. Не знаю, почему. Ну, мне как бы это как бы получаешь больше информации и расширяется кругозор, и еще вот есть, ну, как ты можешь посмотреть на свою проблему другими глазами, и этот человек даже может вас как бы подтолкнуть неосознанно на решение этой проблемы. У меня капитальные капитальные по поводу работы. Я стала смотреть вот этого господи, тут же забыла, Портнова. Портнова это американский блогер, который открыл свою школу антишников там как-то каких-то учит, ну, там, с программами работать. Вот. И вот он там как раз у него такой философский дневник, и он там рассказывает о том, как вот это ходить на интервью, и при этом из-за отказа как бы ну, не это не впадать в депрессию, ну, как бы он как говорит, ну, отказали здесь, идите там, на 15-е интервью отказали, а на 16-е может уже не откажут там. Ну, вот так вот он еще вот он еще это рассказал, что чем больше вы будете проходить интервью, тем свободнее вы будете на каждом следующем интервью, то есть как бы вы к этому уже так привыкнете, что-то как будет как рутина, что вы уже просто потом сядете на ногу и будете та-та-та-та, но у меня в принципе так и было, я помню первые, может, три у меня там интервьюсты меня все сковывало, я вся тряслась, а когда уже последняя была, я уже там сидела, шутила даже. Ну, это по поводу вот как вот это, люди, кто если ходит на интервью, вот работающие, то вам там отказывают, забейте на это, ну, тут отказать, значит, не ваше, нафиг, пойдете в другое место, вам там это, может, еще лучше, а вон идет моя соседка, бельгийка, сплетница, ля-ля-ля, сейчас мне и я покажем, быстренько, и я покажем. Фильмар, это, cielo, пречиус, и, А в Испании ничего не случится. А в Испании ничего не случится. В Испании это так же. Но я иногда думаю, когда я вижу все женщины которые имеют同じ age, я говорю, ну, что-то лучше. Что мы делаем? До свидания! Что-то она тут не держится. Она очень впечатлилась мезотерапией, которую я сделала. И она пошла... Ой, что-то орёт. И она, значит, тоже пошла делать. Ну, пошла спросить в эту... Гоже. Надо мозги собрать в кучу. Так. И она тоже пошла в эту клинику русскую. Значит, эстетика, клиника эстетика. И, в общем, она такая, говорит, вот, у меня, типа, соседка, два раза в год всего делают мезотерапию. И там ей такая, говорит, ой, это невозможно, типа, надо каждые три месяца там. И говорит, она считала мне, говорит, 360 евро. Соседка. И говорит, типа, повторять каждые... Значит, это... Каждые три месяца. И она меня такая спрашивает, а как, говорит, ты, вроде это, каждые полгода? Я говорю, ну, я не знаю. У меня кожа такая просто... Ну, она у меня, видимо, ещё не сильно... Не сильно испортилась. Ну, у меня, честно, у меня вот эта первая мезотерапия вообще восемь месяцев это терпела как бы. Восемь месяцев ещё эффект был. Вот. Ну, сейчас не знаю. Кстати, мне в России же сделали мезотерапию и сделали ещё филлеры. Ну, то есть, вообще, отличие, конечно, большое. Всё-таки надо... Одна мезотерапия... Ну, это малый эффект. Надо ещё... Надо ещё филлеры... В общем, я спросила, сколько филлеров, и она сказала 400 евро. Пипец. А! Я посмотрела на себя и сказала, да. Мне и так всё хорошо. И ещё. В общем, пришла вам фаналс показать пляж. Так, вчера была вот трансляция. Там мужчина очень на меня сильно рассердился. Вы меня там простите. Ну, просто, знаете, вот... Так я так не люблю вот людей, у которых вот два мнения. Значит, одно мнение моё, и другое неправильное. Вот таких вообще людей не люблю. То есть... Как бы, если мне вот человек там... Я говорю, что мне Лёра и Демари в центре, типа, не нравится там, значит, и кричат. Если мне человек будет говорить, а мне там, типа, нравится, я ничего не замечаю. Я скажу, да ради Бога. Если вам там нравится, живите. Ну, мне вот не нравится. Мне вот надо где потише. И то же самое про это. Про эту Рейерал. Грёбаную. Зачем только я про неё что-то сказала. Я тоже считаю, что... Нет, там район красивый. Там дома красивые. Ничего я против этого района не имею. Ну, просто там вот есть это... Проживает... Основная часть вот этих вот марокканцев, негров. Такое. Ну, если бы там, например, у меня не было бы возможности жить в Феналсе. Естественно, я бы тоже, наверное, Рейерал выбрала, потому что мне бы было не по карману переехать в Феналсе. Ну, я просто говорю, ну, у тех, у кого есть деньги, ну, лучше, конечно, купить вот в этом, в Феналсе. Ну, если у кого уж совсем большие деньги есть, то можно вообще купить там на Рокогросс. Там такие шикарные виллы и всё такое. Я ничего не могу... Да не дай Бог, если вы там живёте, вам нравится. Да слава Богу. Да вообще в Испании везде хорошо. Везде чисто, везде есть эти... всякие детские площадки, всякие площадки. Есть спортивные площадки. Вон там дядя ходит, ищет золото, ищет золото. Вот такое сегодня море классное. Пойти поближе, что ли, поснимать. О, какая красота. Вообще, люди, я не знаю, конечно, на камере так не видно, но глазам очень приятно вот на это смотреть. Такая вода в кристальме такая чистая. Вот так вот классно плавать, когда вот нету волн. Вот. Ну вот, вообще, написали, что 12 градусов она сейчас. А вон там чайки. А вон там чайки. А вон лень. А там чайки. Плавают. Не могу найти нафиг этих чаек. Да что за хрень? Работаем. А, кстати, можно пойти там посмотреть это, где мимоза расцвела. Сейчас я туда пойду. А если вы понимаете? Да, да. Да, да. Очень холодно. А в конце марта и это уже очень хорошо. Да. Да, да. Вот как по-могу этот море, это не все плавное. Да, это очень плавное. Да, очень плавное. Ну, так и все просто. Понятно. Такая земля и плавная. Ты очень красивая, да? Ты очень красивая. Ты очень красивая. Ты работаешь в какой-то отеле? Да, в апартаментах. Далия, ты знаешь? Далия, да. На фронте этой резиденции. Резиденции в центре. Дома для ассоциаций. Да, да, да. На фронте. Это большой дом. Это апартамент Далия. Но я работаю только в сентябре. И немного времени. Ты муж не работаешь? Нет, я работаю. В Пюжоле. В Пюжоле. В Пюжоле? В Пюжоле? В Пюжоле, да. 15 лет. Да, да. Да, да. Также русский, как я. И не любят испанцы? Да, да. Да, да, да. Да, да. Мимоса. Мимоса, да. Да, да, да. Потому что она очень красивая, мне очень нравится. Мне очень нравится мимоса. Мимоса и тоже с флорес, тоже с флорес. Я знаю, где есть много, много, много. Сейчас мы мимоса. Вот, когда я гуляю вот так, я никогда не отказываюсь, если со мной заговаривает испанец. Ну, конечно, это buscador de mujeres, да. Это человек, который ищет женщин, чтобы провести с ними время. Но здесь мужчины никогда не навязываются. Если ты скажешь мне, то никто не будет силком ничего заставлять тебя делать. А мне надо разговаривать на испанском. То есть, можно даже и читать книжки, и смотреть телевизор. Но если ты на нем перестаешь разговаривать, оно теряется. Потом уже... Я даже сама замечаю, как мне уже тяжело потом... Это... Тяжело очень потом разговаривать. Кажется, вот этот дядя, смотрите какой... Вальенте. Искупался, но он доволен. А я, вы знаете, вот в холодной воде боюсь купаться. А вдруг вот ногу сведет, и кто меня будет спасать? Как-то вот поэтому боюсь. Вот такая группа бегущих и гуляющих. Ну и конечно, такая красота тут. Такая собачка хорошенькая. Ой, хорошенький такой. Бегат. Вот тут, видите, такая... Такая площадка классная. Может тут заниматься. Ребятишки обычно сюда приходят заниматься где-то в час, что ли. Но они сейчас же в школе все. В школе учатся. Вот тут упражнения всякие. Смотрите, показаны, как надо делать правильно. Ну, чтобы себе не навредить. Чарша дала де парц урбанц де салют. Чарша. Парц урбанц де салют. Вот гады. А по-испански... А нет, вот эксерсисиос. Вот тут по-испански внизу. Я уже была даже по-испански не написана. Вот. Эстерамент. А, нет, все люди на каталанском написаны. Вот так. Все на каталанском. Ничего на испанском не написано. Вот такие штучки тут есть. Вот так бегать можно. Тут, тут. А тут это вот так тренировать. Мышцы руки сейчас я тут немножечко себе. Жалко вот тут не показать. Вот так вот раз. И тренируешься. Это мышцы как раз мне надо спины. У меня как раз вот болит между лопатками шея и остеохондроз. И вот тут можно вот так заниматься. Идите. Вон тетя как хорошо занимается. Вот так. Я до мимозы, наверное, никогда не дойду. Я вот тут чуть-чуть немножко позанималась. Чуть не упала с нее. Знаете почему? Потому что у меня на моем тренажере там у меня накручено 60. Ну то есть там надо с усилием ногами двигать. Вот. А здесь она какая-то такая слабая. Я по привычке-то как крутанула, чуть не слетела. Она вообще очень слабая здесь. Вот смотрите как она легко идет. У меня тут тренажер на 60 поставлен. Там надо с усилием у меня крутить. В общем, мне такая тут не нравится. Ну вот, кому нравится испанский лес, вот как раз на фаналсе у нас тоже есть. Сейчас я немножечко вверх поднимусь. Как бы уж все заодно поснимаю. Как говорят испанцы, я пролечаю ротиемку. То есть использовать время. Вот он такой лес испанский. Но здесь вот нету. Здесь у меня растет мимоза. Надо немножко подальше пойти. Просто вот вам покажу. Хорошо. Хорошо. Если бы вы знали, какой здесь воздух. Здесь пахнет хвоей, какими-то цветами и мурьем. Здесь такой морской бриз. Ох, это чудо. Вообще в Испании просто жить, просто жить классно. Не надо здесь никакие эти понты. Тут никому они не нужны. Здесь не надо никому ничего доказывать. Никакую вот эту вот работу искать, которая престижная. Ничего здесь не надо. Здесь хоть какая у тебя работа будет, хоть какая, вы будете жить прекрасно. Ну, это не пропаганда, чтобы вы сюда ехали. Ну, потому что здесь тоже есть свои минусы. И тяжело сейчас стало с работой. Я просто это объясняю тем людям, которые почему-то вот пишут, что ну и что, вот вы приехали в Испанию. Типа, зачем ехать в Испанию, если вы там все равно будете работать домработницей там, ну, типа непрестижно и зарабатывать там чуть-чуть побольше, чем в России. Но мы-то ведь за это чуть-чуть побольше имеем вот это чудо кругом. И представьте, сейчас февраль месяц. Февраль месяц. Как говорят испанцы, порфин. То есть, наконец-то я добралась. Вот она, мимоза. Смотрите, какая она огромная. И там подальше еще есть. Вот, ну не чудо ли это. Вот и вон собачки маленькие такие. Маленькие. Такие собачки. Такие хорошенькие эти маленькие. Такие маленькие. Такие маленькие такие. Интересно, зачем ему столько собак? Вот, смотрите, сейчас поближе. Поближе сделаю вам красоту эту. А как она пахнет, она вообще благолухает. Даже до сюда долетает, как она пахнет. Вообще, такой медовый запах у нее. Как вот медуница у нас есть. Вот в России такие беленькие цветочки медуницы. Вот она так же пахнет. А, и что я вам рассказываю? Уже на 8 марта дарят ее. Узнаете, как она пахнет. Вот такое чудо. Вот такое чудо. Растет у нас на Фаналсе. Просто вам покажу окрестности. Вот он, Фаналс. Вот они, новые дома. Все в них есть и отопление, есть и в них. И у них бывают бассейны. Ну, вот это я не вижу, где бассейн. Но обычно у таких домов всегда во дворе есть бассейн. Вот, есть там отопление газовое, они новые. Я тогда там была в гостях. Там тоже парикмахерша была русская. Не знаю, сейчас там есть, нет? Как-то годы три назад, что ли. Так у них вот, вообще, мне так понравилось, там такие комнаты большие. Два туалета тоже есть. Один туалет с ванной и другой просто гостевой туалет. Это гостевой туалет называется. Вот. Кухня такая, ну, не как у нас маленькая, а большая такая кухня. Не знаю, хорошие. Мне понравились квартиры. Вот. Ну, вот сейчас покажу. И здесь, слышите, как здесь спокойно. Здесь птички поют. Вот это здесь реформу начали. Вот я, знаете, еще только приехала в Лерейд-де-Майер. Еще вот, ну, это когда был 2011 год. И вот все, вот оно вот такое было. И вот оно вот столько, как развалили эту гостиницу, и что-то никак не восстанавливало. Вот, посмотрите, какая красота. Они такие еще как гроздями висят. Какие они красивые. Так на это приятно смотреть. Не знаю, мне очень нравятся цветы. Я люблю очень цветы, потому что мне очень нравятся цветы. На цветы, смотрите, все их снимать. И такое небо синее. И такой контраст желтый. Класс. А тут вообще так желтенько. Вообще шикарно. Конечно, так хочется одну веточку отодрать, но... Как тут... Вот я вообще никогда не думала, что мимоза это деревья. Я думала, что это, ну, какой-то цветок. Ну, не знаю, не знаю, что думала. Вот, смотрите, гроздями прямо, они гроздями висят. Здорово. Красота. Да. Вот это маленькие тут вот эти растут. Детки у них. Собака там какая-то. Ну, вот еще тоже дерево. Как оно пахнет, блин. Как пахнет. Как отодрать охоту, блин. Как же мне это... Не, на людях с это боюсь. Ночью надо... Ночью прийти и отодрать. Ха-ха. Ну, вот представьте, если каждый придет и будет рвать. Чего вот останется? Нет, не буду рвать. Так буду ходить, смотреть. Если каждый человек будет рвать, так от дерева ничего не останется. Ой, как пахнет. Такой запах. Ну, ладно. Вот там впереди наши девушки идут русские. Ну, ладно. Пошла я домой. До свидания. Надеюсь, вам была полезна сегодня информация о полезном видео. Ну, или просто посмотрели ради удовольствия на красивую природу. И. КДАhur Так.